МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Над чем сотрудники занимаются вне офиса? Идеальным в такой ситуации будет увлечение, совпадающее с профессией. Как показывают опросы, это вовсе не редкость. Четверть дизайнеров проводят свободное время за рисованием и фотографией. Программисты даже в выходные не встают из-за компьютеров, а переводчики осваивают новые языки. Но психологи советуют выбирать хобби, которое кардинально отличается от работы. Тем, кто проводит все рабочее время за компьютером, полезно заняться скалолазанием и охотой, а людям физического труда лучше посвятить досуг игре на музыкальных инструментах или коллекционированию бабочек. Большинство считает, что хобби – это расходная часть бюджета. Но на самом деле на увлечении можно заработать. Дрессировка собак может принести доход, равный средней зарплате москвича. А мыло, изготовленное своими руками, добавит семейному бюджету до 15 тысяч рублей. Возможно, именно поэтому домашнее мыло-варение становится модным среди российских женщин. Интернет пестрит советами о том, как правильно смешать эфирные масла, травы и пряности для получения натурального предмета гигиены. В последнее время россияне увлеклись съемкой любительских фильмов, скраббукингом, изготовлением и оформлением фотоальбомов и кладоискательством. Правда, последние рискуют. Часто вместо сундука с сокровищами на пути встречаются мины и военные снаряды. Впрочем, 60% россиян настолько устают на работе, что в свободное время могут только бездумно переключать каналы телевизора. И кто-то считает своим хобби именно это.